Слушай, давай знаешь, куда сейчас поедем? У нас, короче, я позвонила, парикмахерская в Отрадном, сейчас без очереди, 350 рублей у нас постричь. Давай, по акции. Девчата, привет, кривой репортаж из Кирнии ваш. Не по акции, у них там такая цена, подешевела. Мы тут всякие ништяки выискиваем в районе, в ближайших областях. У нас сегодня, знаете, солнышко выглянуло чуть-чуть. Вот, прохладненько, ну как прохладненько, да господи. Мороз пробирает до костей, говорит, у меня лицо, вот просто, знаете, сколько стоит? Минус пять сегодня. Мороз, говорит, пробирает до костей. А у тебя до костей добраться очень просто. Кость. Белая кость. Я, между прочим, поправился уже за эти десять лет. Сходи в туалет, и все рвется опять в свой нормальный вес. Короче, выезжаем из квартала, очень много машин, как обычно, потому что у нас эта стройка вот нескончаемая, вот видите, там корпуса достраиваются, вот дальше, дальше, дальше. Кстати, ты мне рассказывала, что у нас будет торговый центр напротив нашего болезни. Угу, у нас будет торговый центр построен, но он как бы вот, он даже на рендере он был уже, вот когда мы покупали... Подожди, подожди, а то это узкая дорога, что здесь пробка небольшая. Он видит, что творит. Покажи, покажи, что. Устроили там стоянку себе. Надо, не кричи. Вот, и короче говоря, у нас так и будет, здесь торговый центр по плану. Покажи, вот это обычное здание, это крутая школа Петра Первая, показывается. Детский садик переделали в дорогую школу. Гимназия Петра Первого, которая стоит на месте. Я очень надеюсь, что в этом торговом центре будет магазин либо спар, либо окей, либо... Ну, ашан, наверное, вряд ли. У нас здесь два ашана рядышком, и так. В общем, будем ходить, обзирать новые магазины с вами. Может, выйдем с плакатами за спар? За спар. За победу, за это, за спар. За спар, да. Она с него за нестационированную, какую зиму тебя там не заберут? Заберут. За спар. Заберут и заставят бесплатно отрабатывать в пятерочке, наши слова поганые. Потому что... Выходи. О, девчата, у нас около пятерочки такие крысы, знаете, прям вот это... Бегают и красивые, каштанового цвета. Да. Размеры с Леню. У нас уже человек вылавливает, их продают, домашнее животное. По пять рублей крысы. Говорят, что это одна, трой, нутрия. Не, ну просто реально. Вот такие, вместо собак. Фотографии мы в чате видели, такие прям жирненькие, хорошие. Подожди, а тут ходили уже крысы у нас? Да, и они лоснятся, эти крысы лоснятся, как будто пользуются шампунем от перхотя. А много крысов? Ну так, хорошо. А мы писали, девчата, мы писали заявление, Марика писала на нашу. Уже протравили там, мне отзванивался человек. Сначала писались, потом отзвонились, что будут проведены работы по имке мелких крысов, расставленной ловушке. Сказала, кислокацию ловушек и какая-то отрава разрушена. Но, не знаю, когда это прага, извините? Была информация, что они лоснятся недавно? Может, они побежали уже? Недели две назад. Но, а это около пятерки, которые около другого подъезда. В нашем подъезде, я не знаю, отравили вроде как. В подвалах. Они по домам должны быть? У нас же девчата везде, ну как и везде, в новостройках, вот эти вот первые этажи подназдавали под коммерческие помещения. А коммерческие помещения, что самое выгодное? А аптеки, это продукты. И у нас продуктовых магазинов теперь очень много, всяких много. Но мы, правда, не ходили ни разу ни в кофейни, ни в какие-то кафешечки, потому что что-то отзывы не очень. Ну, как-то... Ну, я, допустим, пробовала суши, мне понравилось. Суши ВОК, но это сеть суши ВОК. Они вкусные, да. Это сетевой магазин. Нет, ну, видишь, у тебя на вкус цвета. А вот мне булки понравились из этого. Вон из того магазина, с первого. Там сладкие булки. Помнишь, я тебе брала какую-то... Ты шаурму, не шаурму ты просила? Первый раз, когда мы еще не заселились, но вещи завозили. Мне шаурмичная, что ли? Первая самая. Марь, мне сложно судить, потому что я сладкое особо не люблю. И поэтому мне как-то не... Бурманить тут, в этом плане, невозможно. Ты шаурму ела, как-то? Шаурмам тоже не понравилось. Там одна корейская морковка была. Это вегетарианская шаурма. А вот я там что-то ела сладкое, какую-то булку. А вот здесь, в нашей шаурме, которая под нами, неплохая шаурма. Что это? Там прям мясо было? Вот она мне и не понравилась. Ты не ела ее? С нашего... Не она? Под нашим не е. Господи, ты возобнови себе память. Смотри, первый самый раз мы кушали... Что ты кушаешь? Нет, когда мы не заехали еще. Мы кушали с той стороны. Будешь брать с той стороны дома? Помнишь? Да? А вот здесь, под нашим домом, в нашем подъезде, мы шаурму не ели, кроме меня. Я ем. То есть ты в одну фаре, что ли? Да, я тогда ездила по делам днем, приехала домой и съела шаурму. То есть ты себе покупаешь шаурму в одно лицо и жрешь, под подушкой прячешь, да? Пока меня дома нету. Пир устраиваешь себе, да? Нет, просто с него. Мне не покупали. Это тайноядение. А, тайноядение. Грех тайноядение. Рикуша нравится это слово, тайноядение. Очень. Она, серьезно, приспосабливает и в тыны в плетенье. Я все время занимаюсь тайноядением. По ее мнению. Шаурма-то не особо моя любимая еда. Я вот как-то не знаю даже, что я люблю. Почему у меня такое неуважительное отношение к шаурме? Уважительное, но если там мяса мало, неуважительное... Мясо, овощи, тонкий хлеб. Вот почему это считают едой не очень? Вы даже гамбурки. Почему? Все считают это очень, это просто вкусовщина. Вот мне, например, больше нравится, что я хочу сказать. А я люблю шоу. Из фаст-фуда, вот, азиатская кухня нравится. Мне, а из булочек? Самая любимая из булочек. Ну, гамбургеры. Да тоже как-то... Я даже не знаю. Может быть, потому что я сытая. Мы сейчас только позавтракали, и я пойду о еде, рассуждая, очень вальяжно. А так бы сидела. О, шаурма. Ох, какую я шаурму едала когда-то. Давайте вам расскажем. Кстати, нет, нет, нет. Лучше шашлык, чем шаурма. Ну, шашлык, вот, как сказать, ну, там, понимаешь, если его есть без овощей, ну, тоже не то, то надо овощи поедать. Конечно, конечно. Надо лавашик. У тебя та же шаурма хорошая. К лавашику я тоже отношусь спокойно. Я тесто такое вполне очень люблю. Я люблю обычный черный хлеб. Вот, мне нравится черный хлеб. Ну, видишь, у кого какие вкусы. Я люблю это. Я последнее время, кстати, больше полюбила шашлык из индейки, потому что свинина... Потому что я мариную. Да, да, да. Мне свинину не хочется. И я ее всегда не люблю. А сейчас вообще как-то особо... Вот, а ты маринуешь вообще, она прямо вся течет. Она как-то очень жирненькая, сочная. Она как... Если ты заедаешь овощами, лучком там, я не знаю, хлебушком, ну, вообще просто... Можно умереть там же за столом. Не надо умирать. Хотя неплохая смерть, прости, Господи, от пищевого оргазма. Ну, почему и нет? Не знаю, рассуждать об этом не хочу. Так, ну, конечно, надо очки снять. А то, знаешь, они что-то не любят, когда почему-то в очках в целом. Ну, хотя мы для них незаметно, что с нашей машины взять. Да, еще откроют так, ну, а я там сижу, иди. А, едьте дальше. Нам до дочки ехать сколько минут? Двадцать, да? Мы сейчас до этого едем. Очень быстро. Пока очереди нет, ладно? По 350. А, посрещать тебе надо, конечно. Тебе не надо ничего в смешных ценах, либо в смешных ценах. Прямо впритык. Я просто, пока тебя будут встречать, я просто зайду, помотаюсь. Может, какие-то трусы носки там, не знаю. Трусы, смешные трусы в смешных ценах. А там все же самые, что в Ашане. Девчата, у нас есть магазины, у вас там тоже в городах есть, ну, типа, все по одной цене, там, вот смешные цены, вот такие, вот, знаете, недорогие. Не, ну, там то же самое, вот, допустим, просто взять чехлы на телефон. Да, это, знаете, у нас есть вот такой вот этот вот рынок, вот мы недавно ездили на птичий рынок, метровку из Минки, там автобус идет замкада, это какой, 46-й, по-моему, километр садовод рынок называется. И там вот еще и шмоточные, мы не заходили на шмоточные ряды, но, короче, вот оттуда там все, такие цены более-менее недорогие. Оттуда оптом набирают и вот развозят по магазинам всякую там вот ерунду. Брелки, замочки, какие-то заколочки, такая галантерия какая-то, шмотки какие-то. Зайти можно. Покупали ли мы в этих магазинах что-то? Вероятно, все покупали, но я что-то так, знаете, но не придаю значения. Наверное, покупали все-таки, покупали что-то, как это ерунда. В каких, вы слышите? Да, ну, не, ну, подожди, там... По мелочи, мы что-то, наверное, брали. Вот вы берете на лето, я думаю, что, ну, может, и женщины, мужчины, точно, наверное, носят небольшие какие-то сумочки, там, барсеточки, да, там, на поясок, да, или еще куда-то там. На сезон, на вторую. Вот так вот, да, вешают. И те же самые, они продаются там у нас в ТЦ. Да, дороже намного. Такие же сумочки, да, и плохо сшитые иногда даже бывают хуже, чем там в ценах этих. Ну, в каких-нибудь магазинах, типа там, из-за каких-то, какие-то эти твое, отжи, там, еще какие-то, я не знаю. Я не разбираюсь, Марка. Вот. А там такие же сумочки висят летние, да, можно взять, и не только летние, да, ноута там, из эко-кожи, из ткани всякие там. Ну, все подряд. И носки, и джинсы, и куртки. Потом, что там? Да все там. Просто надо понимать, что выбрать, что носибельно, что нужно тебе реально, а не то, что зашел, разбежался. А мы-то, а мы-то, как бы, вот, вот, ну, не заморочены абсолютно на брендах. Тебе Юля пишет. Юлька что-то написала, да, сейчас посмотрю, дочка что-то пишет. Вот. И поэтому нам, как бы, вот, если вещи нравятся, мы можем купить. Ну, надо смотреть качество, да, не потому, что ты увидела там цена. Вот честно, вот на лето мне даже на качество пофиг. Я эту футболку поносила, я ее выкинула, например. Не, качество не от того, что ты знаешь, ого, это там, Адидас, значит, у него качество. Ты, не зная марки, трогаешь. Да, люди некоторые думают, о, там, ой, ткань хорошая, потому что дорогое. Нет, ну, надо понимать, что бывает хорошая и недорогая. Знаете, какой плюс московых девчат? Хотя многие говорят, там, пафос, пафос. Нет, люди сейчас стали очень простые. Ну, то есть, вот. Ну, как стали? Жизнь застала? Как стали? Да нет, стали демократично относиться к одежде, там все, как-то вот нет такого, знаете, гонки какой-то за брендами, нету бы. Вот, я не знаю, может быть, в моем окружении так вот, что придают значение гораздо вот другим вещам больше, каким-то человеческим качествам, профессиональным качествам. А в том, из какого магазина у тебя футболка или рубашка, или джинсы, вообще нет никакого. Я вообще считаю, что можно гнаться за брендами, если у тебя там денег много, гонись. Ну, вот, допустим, если ты так получаешь скромно, то гнаться за брендами, ну, это намает, на мой взгляд, это более чем странно. Во-первых, перед кем? Перед теми же людьми, которые иногда заходят смешные цены. Ну, это смешно. Кого ты хочешь удивить, ты живешь для себя. Я вообще считаю, это даже как-то немножко даже пошло. Но тоже, опять-таки, мое мнение, может, кому-то важно. Ну, там, там, ну, это качество. Да, качество обуви можно купить хорошее, но неважно, какой там бренд, если они хорошие. Они могут стоить там ботинки десятку, да, и пять тысяч, там. Может, ты за три найдешь, нормально. Вот, ну, каратик выбирали. Ну, что рассуждать? Сейчас все по своим средствам. Мы зарабатывали бы там по 300 тысяч. Может, мы бы уже по-другому рассуждали, там. Тут уже бы не забивали в эти цены, да, побежали в какой-то магазин другой. Нет, мы, наверное, рассуждали бы так же, но мы меньше тратили бы время на поиски вот какой-то одежды там или тоже обуви. Мы просто бы заходили в магазин и брали бы первое попавшееся, то, что понравилось там, несмотря на цену, вот и все. Ну, не знаю. Ну, мне кажется, еще начинаешь перебирать больше. Когда денег больше, перебираешь больше. Да нет. У каждого свои примеры жизни. Перебираешь в каком плане? Ты же туда не пойдешь, я поеду там, как вот, я знаю, парень. Я поеду там в этот европейский, да мне надо в тот ТЦ, где там какие-то марки. То есть сюда не поеду, поеду туда. Ну, вот так. Ну, дальше оказались. Да, нет. Не знаю. Сложно об этом. Хотя, может, ты провал какой-то здесь. Ты веришь, что мы тогда бы не выискивали, да, подешевле. Уже просто заходили. Просто заходили бы, купали-то что-то. Вот, а сейчас у нас в планах заехать в Спар, купить каких-то овощей, вернее, не овощей, а фруктов. Ну, что-нибудь вкусненькое, может быть, такое, на перекусы. И вот, как у дочки в гости. В Спаре, девчон, знаете, с фруктами все хорошо. Вкусные, хорошие, свежие всегда фрукты. Это вот прям тот магазин, который, не ошибетесь, для покупки. Вот, голубика вкусная, малина сейчас продаете вкусная. Так, как бы, такое, что зимой экзотично достаточно для Москвы. С вами был Кривый Репортаж из Каневаш. И не знаешь, куда это вас...